А сейчас к нашей рубрике «Большая семья. Тверская традиция. Приуроченный к году семьи». На этот раз наша съемочная группа отправилась в гости к многодетной семье Волокитиных из областного центра. Родители воспитывают пятеро детей. Большая семья — это, как известно, больше забот, больше шума, больше смеха и слез, и, конечно, больше любви. В этом вы сможете убедиться сами, посмотрев наш материал. Анастасия с детства мечтала иметь большую семью. Когда встретила будущего мужа, их желания совпали. Когда мне было лет девять, я всегда думала, у меня будет трое детей. Мальчик, девочка и мальчик. Я мечтала. Когда мы познакомились с моим супругом Алексеем, мы сразу решили, у нас будет трое. И думали, если так получится, четвертый возьмем в детского дома. Но получилось пять своих. Мечта Анастасии и Алексея исполнилась. Старшей дочке Ярославе скоро будет 15 лет. Младшему сыну нет еще и года. Среднему Демиду 12 лет. Как называют его в семье — динамит. Мальчик очень активный и разносторонний. Он занимался скалолазанием, регби, самбо-дзюдо, шортреком, боксом и много еще чем. Причем по всем направлениям добивался хороших результатов. На этой стороне 30. Только на одной стороне 30 медалей. То есть умножаем, я думаю, на два как минимум. Нет, и тут намного больше, потому что тут... Ну, значит, к сотне. Мне кажется, 200. Ну вот, любимый вид спорта у него — шашки. Занимается с пяти лет. Юноша — участник и призер региональных и всероссийских соревнований. Вот сейчас у меня чуть более сомнение перестать заниматься. Но потом, я когда вот сейчас ездил в Калугу, мне один человек сказал, что не надо лучше бросать. Потому что он один раз бросил, и он так об этом жалел. Все дети в семье Волокитинах занимаются любимым делом. Например, Пелагея увлекается рисованием. А год назад родители отдали ее в народный танцевально-акробатический ансамбль. Танцы, акробатика и гимнастика — все в одном. Очень важно в каждом ребенке раскрыть творческую сторону, считает многодетный папа Алексей. Человек должен быть гармонично развит, на самом деле. Как и спортивно, так и умственно. То есть мы делаем упор на обе эти стороны. Мы им даем спорт и смотрим, у кого какие предпочтения. У дочек, у нас, например, она к музыке предпочтение старше. Мы все их желания, мы даем им возможность реализовать. Ну, в меру возможностей, опять же, своих. Для младших детей Платона и Елисея многодетная мама создала игровую комнату по системе Монте-Сори. Это педагогическая система, в которой ребенок самостоятельно развивается, опираясь при этом на дидактически подготовленную среду. Маленькие детки такое любят. Вот зучки у нас, ракушки. Это мелкая моторика. Платон, например, у нас. Вот, ну-ка, найди такого мишечка. Вот такого. Сможешь найти мне паука? Многодетная мама находит время и на себя. Анастасия увлекается психологией, нейрогимнастикой и даже футболом. Год назад она вступила в команду футбольной мамы. У меня знакомая мамочка многодетная, у нее тоже пять детей. Мне просто написала, ты авиантюристка, давай с нами. Я говорю, давай. Пришла, мне понравилось. Мозг закипел, руки, ноги, следить глазами. Впереди у нас насыщенное лето. И Москва, и в Калиноград мы собираемся поехать с девочками. Планов много. В этом году волокисины будут участвовать в конкурсе «Семья года». Волокисина семья – это много дружных я. На протяжении нескольких лет в Тверской области идет работа под девизом «Большая семья – тверская традиция». За последние годы количество многодетных семей Верхней Волжьи увеличилось и сегодня составляет почти 15 тысяч. В регионе каждый пятый ребенок растет в многодетной семье. Именно в семье формируется уважение к старшим, стремление заботиться друг о друге, достойно трудиться и быть ответственным за свои слова и поступки, за будущее нашей великой родины. Важно, что многодетная семья вновь обрела в нашем обществе почет и уважение. За последние 10 лет в Верхней Волжье количество многодетных семей с несовершеннолетними детьми увеличилось более чем в два раза. Отрадно, что год от года все больше тверичан отдают приоритет настоящим ценностям, понимая, что большая дружная семья – это главный ориентир, который ведет нас по жизни. Она является источником вдохновения для достижения больших высот и нашим утешением и подмогой в моменты неудач. Поэтому очень важно ценить, беречь и приумножать свое богатство, которое дано всем нам свыше.